В режиме боевой готовности в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» прошли соревнования добровольных пожарных дружин. Для участников подготовили непростые испытания. Кто стал лучшим, узнала Ксения Епишева. Итак, свисток и соревнованиям «Донстарт». В этом году в состязании добровольных пожарных дружин приняли участие 11 команд. В общей сложности 55 человек. Расслабиться под жарким летним солнышком у конкурсантов времени не было. Облачившись в спецодежду, добровольцы приступили к первому этапу. Им нужно было покорить полосу препятствий. На первый взгляд задание пустяковое. На самом же деле все не так просто, как кажется. Многим такие испытания знакомы. Некоторые команды участвуют в соревнованиях уже не первый раз. Сложнее всего новичкам. В этом году команда аппарата управления впервые приняла участие в соревновании добровольных пожарных дружин. Брус ответственности ощущаем. Но я думаю, так как наша команда в первый раз участвует в САУПА, то думаю, сильно нас не будут за это ругать или критиковать. Как только закончилась эстафета, участники приступили к следующему этапу. На время нужно было облачиться в спецодежду пожарного. Причем в соответствии со всеми правилами. Здесь судьи строго следили за малейшую ошибку штраф плюс 5 секунд. А это существенно влияет на показатели команды в этом конкурсе. А это один из самых зрелищных этапов соревнований. Тушение горящей жидкости. Здесь важно управиться как можно быстрее огнетушителем, сбить пламя и успешно финишировать. Неописуемо жарко в такую нашу летнюю жару в ноябрьске. Но при всем при этом дает большой опыт. Не дай бог с кем-то из наших коллег или друзей случится такое. И я могу с гордостью сказать, что смогу нынешнее знание применить в прямом действии. Итак, три этапа позади. Участники всерьез готовятся к одному из самых тяжелых заданий – тушению фонтанной арматуры. Надо сказать, обстановка мгновенно накалилась. Последнее, что должны были сделать участники соревнований, продемонстрировать судям оперативность в боевом развертывании. К слову, этот заключительный этап – как показатель сплоченности команды, ведь от их совместных усилий зависит конечный результат. Самое сложное – это волнение. А остальное – все. Все как полагается. Итак, испытания подошли к концу и судьи объявляют результаты. В этом году абсолютным победителем соревнований среди добровольцев стала команда ЦППН-1. Победители завоевали не только почетное звание куба. Команде полагается денежное вознаграждение. ЦППН-1! Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Западно-ноябрьское месторождение.